Добрый вечер! Начнём нашу передачу со слов Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. С прочтения отрывка Евангелия. Тот отрывок будет читаться за воскресным богослужением, на литургии. Кто придёт, услышит. Ну, в крайней мере, будет читаться на церковно-славянском языке. Мы же с вами будем читать на русском языке. Итак, это Евангелие от Луки, глава 10, стихи с 25 по 37. Послушаем Евангелие. «И вот один законник встал, искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему в законе, что писано, как чтеши. Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоею, всей крепостью твоею и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему, «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду и изранили его, и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Так же и Левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто. Проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. И, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, иди, и ты поступай так же. Итак, послушали мы отрывок Евангелия. Начинаем разбирать. Кто такой законник? Законник – это человек, который всю свою жизнь изучал законы Ветхого Завета, который преподавал их населению, который разрешал споры, касающиеся делов, так сказать, людских и вероисповедных дел, потому что множество было оговорено в законе Моисееве по поводу, как надо себя вести, как надо соблюдать заповеди, как надо поститься, как надо молиться, как надо подавать жертвы за грехи, какие наказания за тот или иной грех предусмотрены, вплоть до смертной казни через побитие камнями. И вот эти все огромное количество вопросов решали законники. Даже касается болезней. То есть, если люди болели проказой, например, то их изгоняли из жилища, из городов, и они не могли войти, даже близко подойти к городам и жилищам. Но если они очищались, они должны были показаться священникам, законникам. И они определяли их обратно в жительство. То есть, это люди, которые, можно сказать, створили закон в государстве израильском. Ну, как вот сейчас есть у нас судьи, у нас есть органы определенные, которые следят за совершением законов. Так, законники в те времена занимались тем же. Но с одной лишь разницей, что законы, на которых строилось государство израильское, они были из Ветхого Завета взяты. Почему же, если он все знал, почему он у Господа спрашивает, как наследовать жизнь вечную? Ну, действительно, да, как-то странно. Если он учил всех... Он еще так, учитель обращается. Да, учитель обращается к человеку, ну, какому-то там по одежде простецу, да, который, собственно, шел в пустыне и, в общем-то, входил в селение и даже не имел, как говорят, и гроша за собой, да, даже где жить негде ему было. Конечно же, это удивляет, но мы понимаем, что в этом вопросе есть лукавство. Он искушал. То есть, издевка он спросил, да? Да, то есть, это был вопрос не с целью того, чтобы самому чему-то научиться от Бога. Он не воспринимал Господа Иисуса Христа как Бога и, наоборот, даже пытался доказать, что Он не Бог, вот этим вопросом. Ну, как бы два таких было пути. Либо Он неправильно ответит, то есть, Его ответ не совпадет Господу, не совпадет ответ с Ветхим Заветом, с теми законами, которые преподавал сам законник. И тогда это будет прямое обвинение, что, ну, какой ты Бог, если ты даже не знаешь Ветхозаветного учения. А второй, если Он назовет, наоборот, себя Богом и скажет, вот, меня любить, да. Соответственно, и это тоже могло быть использовано законникам с целью оклеветать Господа и различные инсинуации к Нему применить. Ну, как это было, как мы видим, в Евангелии позже все было, да, когда узнали, что Господь, кто-то, кто Он есть, да, а здесь, наверное, еще не время подошло, да, получается? Ну, конечно же, то есть, эти попытки Его оклеветать и всячески унизить, они постоянно производились законниками, архиереями и фарисеями. Почему? Потому что они понимали, что та власть, которая у них в руках была, а законники были власть имущими, то есть они решили судьбы людей. И также и фарисеи, это правящая партия была фарисеев, да, ну, партийные бонзы, скажем так, как сейчас это называется, ну, а первосвященники, они вообще управляли всеми, в том числе и синагогами, и храмом, и также определяли судьбы людские. И тут приходит Господь и говорит, а вы неправы, вы неправильно учите, вы неправильно исповедуете, вы неправильно даже творите множество в своей жизни, дел неправедных делаете. Конечно же, они через это теряли власть и всячески пытались сопротивляться. Каким образом? Ну, оклеветав, таким образом подорвав авторитет Господа в глазах тех людей, которые ему верили. И это мы видим и в случаях с исцелениями, даже когда Господь исцелял в субботний день, для нас воскресный, а тогда это был субботний день, значит, когда Он исцелял, они даже это ему вменяли в вину, говорили, что верующий ведь в субботу отдыхает, он не должен делать ничего. Почему Он исцеляет вас в субботу? Это неправильно, это противозаконно. Это говорит о том, что Он не соблюдает закон Моисеев. То есть даже на явном чуде они пытались Господа таким образом осудить и Его как-то оклеветать. Ну и здесь также Он вступил в этот спор, попытавшись Его также оклеветать. Дальше происходит разговор, и Господь хвалит Его за то, что Он сказал. То есть как нужно, то есть возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всей крепостью твоей, всем разумением твоим и ближним твоего, как самого себя. Вот Господь одобряет вот это предложение. Что значит, как любить Бога, как любить себя, как любить ближнего? Господь цитирует прям ветхозаветный текст, что возлюби Бога, возлюби ближнего. И законник говорит, да, действительно, правильно, точно, да, все. Как возлюбить? Вот дальнейшая вся канва событий сегодняшнего Англии, она показывает, как возлюбить, да? Конечно же, но истинная любовь, она всегда связана с самоотречением. Если мы любим Бога, мы от чего-то отрекаемся ради любви к Богу. Если мы любим ближнего, мы от чего-то отрекаемся ради любви к ближнему. И если нет самоотречения, то эта любовь уже не духовная, не истинная, а человеческая, страстная любовь, когда предмет нашей любви мы рассматриваем в качестве своей добычи, то есть своего как бы собственнического такого эго. то есть вот я люблю вот этого человека, ближнего, да, но я люблю его как свою вещь, как принадлежащего мне что-то, что-то мне принадлежащее, не кого-то со своей волей, со своими желаниями, со своими тяготами и немощами, а нет, как того, кто меня ублажает. Вот эти две любви, они постоянно в человеке конфликтуют, скажем так, то одна, то вторая берет верх, и здесь надо, опираясь на Евангелие, на получение Господа, бороться с человеческой любовью, плотской, совершенно неправильной, и опираясь на Евангелие, бороть ее, чтобы в нас развивалась духовная любовь, то есть любовь с самоотречением, то есть когда мы Бога любим, когда мы, ну, во-первых, слушаем Его, это так же в Евангелии мы читаем, кто меня любит и кого я возлюблю, Господь говорит, того, кто слушает слова мои и исполняет их. Просто знать заповеди Божии, просто прочитать Евангелие и ничего не делать, не исполнять их, это еще худшее осуждение только, приобретает человек для себя, потому что таким образом он знает, что Бог есть, но его не любят, потому что не исполняет того, что он завещал Господь. То же самое и с человеком. Если мы знаем о человеческих немощах, о человеческих слабостях и не терпим их, и не стараемся помочь человеку у них, то мы опять же осуждение на себя приобретаем, потому что мы знаем о том, что человек в чем-то нуждается. Он нуждается в терпении к нему, он нуждается в покрытии его немощи, в какой-то помощи, поддержке, но мы этого не делаем. Что мы? Мы нарушаем заповедь любви к этому человеку. То есть здесь вот основным критерием истинности любви является самоотлечение. – А чем отличается любовь к человеку от любви к Богу? – Ну, Бога мы должны возлюбить всеми силами своими, всей мыслью, всей душою, всем сердцем. Все, что у нас есть, мы должны посвятить Богу. А ближнего мы должны возлюбить как самого себя, если следовать, так сказать, евангельскому тексту. – И почему это так? Потому что источником всех благ для нас является не ближний, а Господь. А у нас иногда мы заменяем ближнего на Господа и любим Его, потому что от Него получаем все блага. Но это лишь кажущаяся ситуация. Мы не получаем от ближнего блага. Через ближнего нам все равно дает Господь эти блага. И тем более, что у человека есть доброго, что он сам как-то выработал себе. Но некоторые скажут, а вот я учился, я вот там обрел знания, я там какие-то профессии приобрел. Это добро? Да, в какой-то степени это добро и качество, конечно же. Но эти качества вы получили только потому, что у вас были возможности учиться, возможности приобретать знания. Посмотрите, сколько людей, не имеющих этих талантов. Ну нет вот у них разума. Как бы они ни зубрили, ничего у них не удерживается. То есть источник всего, что мы имеем, да даже дыхание человек имеет, только потому, что Господь ему его дал. Дыхание жизни. И уж тем более другие качества и таланты. Поэтому Бога надо возлюбить всеми своими силами, как источник жизни и всех благ. А человека возлюбить, мы не можем человека любить более, чем Бога. Это неправильно будет. Поэтому мы его любим как самих себя. Ну, допустим, возьмем стандартную супружескую пару. Например, там живут они, живут там в квартире, там всё, у них дети есть. И вот там вот они друг друга любят. И о Боге вообще не помышляют. Как? Где тут место для Бога? И что значит любить Бога всей душой? Ну, такие ситуации, они имеют место быть, но они не вечные. То есть, как мы видим, такие супружеские пары, которые не имеют Бога в своем общении, они очень быстро распадаются. Почему? Потому что человек не имеет бесконечных ресурсов. А бесконечно любить может только Господь. И вот в данной ситуации с супружеским, любовью, такими добрыми отношениями, да, начинается это всё хорошо. То есть любят супруги друг друга, любят детей, дети любят родителей. Но потом начинаются какие-то проблемы, какие-то тяготы, какие-то невзгоды, какие-то трения, потому что есть слабости у людей в семье. Каждый человек имеет слабости свои, которые надо терпеть, которые надо нести на себе. Для этого нужны силы, для этого нужна энергия, для этого нужно возобновление любви. А она начинает терять эти силы, любовь в душе человеческой. Терять почему? Потому что мы тратим эти силы на ближнего. И ничем не возобновляется. То есть мы не можем быть бесконечным источником любви без Бога. Только Господь есть бесконечный источник. Мы же всего лишь можем эту любовь в себя принимать от Господа и передавать другим. Недаром ангелов изображают с таким, ну как щит, зеркало называется, как символ отраженного света. То есть свечение ангельское, то есть они духи света, источающий свет. Их свечение – отраженный свет божественной любви. То есть они свет Божий отражают от своего естества и таким образом светятся. Ну как луна, она же не сама источает свет, а от солнышка. Вот то же самое в духовной области. Мы можем источать свет, но не собственный свет. Мы не можем быть источниками света. Мы можем его только в отраженном виде иметь от Господа. Если Господь нам этот свет посылает в душу, то мы этот свет можем проливать на других людей. Если же мы без Бога живем, как вот в данном вопросе, когда семья без Бога живет, любит друг друга, то тот свет, который в нас был, какое-то время, так сказать, получен при крещении, при рождении. Господь дает авансом, скажем так, такие благодатные дары каждому человеку. Но они потом сходят на нет, и человек темнеет, темнеет, теряет этот свет. Ну как бы батареечка садится, а возобновить неткуда. Люди неверующие, а люди о Боге не знают. Поэтому, казалось бы, такие любящие пары и расходятся, и распадаются. Да, ну а бывает, что люди, например, живут долго, да, и, наверное, потом к такой трагедии приходят, то есть они не распадаются всеми, то есть живут там вот, и в любой момент все равно один из них уходит. И потом для второго человека, да, остается пустота. То есть он настолько привязывается к человеку, что даже не видит смысла дальше жить. – Если, ну, рассматривать совсем, так сказать, в категориях, так сказать, жизни и смерти, да, взаимоотношения людей, то без веры в Бога, без веры в жизнь будущего века мы не можем быть спокойными, потому что мы любим человека, и потерять его, не веря в то, что есть еще жизнь после смерти, это все равно, что потерять свою собственную, ну, часть себя. То есть мы настолько привязались к нему, что он стал как бы частью нас, и, естественно, это будет страшная трагедия, которую человек может не пережить, да, там самоубийство, там, или какие-то психические расстройства начинаются у людей неверующих. А у верующего человека, у него есть твердое упование и успокоение в Боге. Он знает, что он этого человека не потерял навсегда, и уже нет возврата, да, к этим отношениям. А всего лишь на какое-то время они расстались, но после его кончины они там соединятся и там встретятся. То есть и будет продолжение этих взаимоотношений только в другом мире. Но для этого надо потрудиться человеку. Но для этого нужно, конечно же, создать в сердце своем веру, непостыдную христианскую веру в Бога, жизнь будущего века, ну, то, что в символе веры излагается. Вот это нужно привить своему сердцу, своей душе, и через это получить вот такое успокоение. Ну и кроме того, необходима молитва, потому что, да, мы же не знаем участь, там, второй половина, да, которая вот ушла, мы же не знаем участь, сколько грехов, там, может быть, человек даже не причащался, его надо отмаливать, то есть, чтобы соединиться на... Ведь мы в церкви все соединяемся, то есть нету живых и мертвых, как вот в нашем понимании, да? Да, мы уже вечные. То есть у Господа все живы, и для того, чтобы, вот, например, супруги хотят быть вместе, нужно за него молиться уже здесь, сейчас. Ну, это, конечно же, опять же, если человек любит другого человека, и тот человек уходит из этого мира, а этот человек верующий, то он понимает, что в том мире ему действительно нужна помощь, поддержка и продолжение общения. И это продолжение общения происходит как раз через молитвы за усопшего. Ну, вот как здесь мы телефоном пользуемся, для того, чтобы пообщаться с кем-то, кто вдалеке находится. Вот, можно так сказать, телефон для общения с умершими – это молитва за них. Мы через молитву Господу продолжаем общение с этими людьми. Они это знают, они это получают, весточку от нас в виде наших молитв, и им от этого легче становится, потому что этими молитвами они покрывают свои нераскаянные какие-то грехи забытые. И что интересно, и они молятся за нас, живущие в том мире после смерти. За себя молиться не могут, но за тех, кто живет в этом мире, еще не прошли через смерть, они за них могут молиться. Поэтому такая взаимная молитва соединяет, продолжает соединять людей, разделенных порогом смерти. То есть телесная наша оболочка мешает нам. Мы здесь стоим, как бы еще не пришли в тот мир, а те там стоят. И, казалось бы, между нами непроходимая стена смерти. То есть мы не можем через нее. А тем не менее мы можем. Мы молимся за них, они молятся за нас, и этим мы соединяемся по-прежнему в ту самую церковь, в которой у Бога все живы. Ну и кроме того, мы с вами сейчас, наверное, говорим, вы меня поправите, если я не так что-то понимаю, то есть мы говорим о такой естественной человеческой любви, да, человек друг друга. А у Господа, то есть получается, что человеческая любовь, она замыкается на конкретных людях, например, только семья. Другие, те же соседи, уже как-то мало интересуют, да. А Господь ведь, и святые отцы говорят о том, что нужно любить, научиться любить всех людей абсолютно одинаково бесстрастно, беспристрастно. То есть там нет разделения, это свой, это чужой, и даже молиться надо любить за врагов. Ну, для этого нужно бесстрастия достичь, конечно, особенно за врагов молиться, но мы призваны именно к этому, к тому, чтобы достичь бесстрастия, достичь любви к всем, в том числе и врагам нашим, и, конечно же, молиться за них. То есть мы, хотя это умом мирским, это вообще непонятно, как-то я буду молиться за человека, который мне нанес вред, или наносит вред, или будет наносить вред. Не буду я за него молиться, да, многие так и говорят, это нонсенс, это вообще не укладывается в голове. Я должен защищаться как минимум, а то еще и, может быть, отомстить. Да, но если мы верующие, мы совершенно четко слышим голос Божий из Священного Писания. Мне отомщение, аз воздам. То есть мы должны эту проблему с нашими врагами припроводить к Господу. Ты, Господи, сам как хочешь, так вот эту ситуацию разреши. А я буду молиться. Не только с мыслями отмщения, да? А нам нужно простить. Нет, я как раз сказал, как ты сам хочешь, Господи, разреши. То есть я не желаю этому человеку ничего дурного и злого. Я лишь молюсь, чтобы ты сам эту ситуацию разрешил по твоей премудрости. Потому что эта ситуация наносит мне какую-то боль, да? Я расстраиваюсь от того, что вижу, что в мою сторону идет какое-то отрицательное действие, слова, поступки. Это мне приносит вред в моей жизни. Но если ты, Господи, видишь, что это мне полезно для моего спасения, ну, значит, так и оставь, как есть. Если это все-таки, Господи, если ты видишь, что не полезно, тогда ты сам останови вот этого человека и как-то его вразуми, успокой, чтобы он перестал вот этим заниматься. То есть в этих рассуждениях есть любовь и к ближнему, и к самому себе, и к Богу. Вот если так рассуждать. А если мы рассуждаем с точки зрения мсти и прочего, так сказать, озлобления, осуждения и, как говорят, око за око, зуб за зуб, то здесь любви нет, конечно. Да, молитву всегда любят. Любовь всегда молится. Да, любовь – это такое качество, которое нас поднимает над плоскостью вот этих двухмерных отношений «ты мне, я тебе». «Ты мне плохо, и я тебе плохо». «Ты мне хорошо, и я тебе хорошо». Вот это плоское отношение, оно не имеет любви вечной. А как только мы начинаем любить, мы поднимаемся в другое измерение, и мы совсем по-другому начинаем думать. Мы понимаем, что этот человек, может быть, и не может по-другому жить. У него вот только такие чувства, которые… Ну, что есть, то есть, да. И его жалко, потому что он других чувств, к сожалению, даже и испытать-то не может. Таким образом, он обделённый человек. Он человек-инвалид в смысле духовном. У него нету большей части того, чего есть у верующего человека. И это, конечно же, беда этого человека. И в этом мире он не имеет спокойствия на душе, счастья, радости истины. И в том мире он не будет иметь спасения для души. Он просто пойдёт в ад. И как его не жалеть? Ну, ещё тоже такая мысль, да, то, что человеку даже причащаться нельзя, как в молитве говорится, да, то есть примите с опечалившим тебя. Вот, то есть даже человеку нужно… Мало того, что ты кого-то обидел, надо обязательно, да, то есть примириться. И ещё простить тот, кто тебя опечалил. Ну, это же мы читаем и в молитве. Вот Чинаш, самый известный из всех молитв, да, который сам Господь продиктовал апостолам. «И оставь мне долги, как и я оставляю должникам моим». То есть вот если я не оставил должнику моему, то есть согрешившему против меня, может быть, обманувшему или сделавшему что-то плохое мне, я ему это не простил, и прихожу к тебе, Господи, чтобы ты дал мне твое причастие, а перед этим я на исповеди прошу прощения. Ну, а как ты меня простишь, если я не прощаю? И здесь как раз вот то, что мы как раз перед этим осуждали, что око за око, зуб за зуб, оно вот и совершается. Если ты выбрал такие принципы жизни, вот эти плоские, ты мне, я тебе, да, какой мир и меряется, такой мир и тебе отмеряется. Если ты так хочешь жить, ну что ж, тогда и тебе это всё вернётся сполна, и именно так к тебе будет Господь относиться. Если же ты хочешь жить в другом измерении, в измерении любви, а не ты мне, я тебе, то тогда и Господь к тебе по-другому будет относиться. То есть мы сами выбираем тот вид общения Бога с нами, который нам подходит, который нам по вере, который нам по душе, который нам максимально, так сказать, комфортен. То есть если мы хотим, чтобы Господь к нам милосерден был, мы должны быть милосердны к другим. Если Господь будет, если мы к другим правосудны, мы же по правду говорим, мы стараемся, так сказать, вывести на чистую воду, там, показать, там, открыть грехи, чтобы все всё знали, да, тогда и к нам Господь также будет относиться. И наши грехи Он откроет, поднимет, и все о них узнают. И будет правосуден к нам Господь. Я всем, когда вот начинаются такие вот у нас беседы на исповеди, или в беседе какой-то духовной, я всем задаю вопрос. Как вы хотите, чтобы к вам относился Господь? С правосудием или с милосердием? Ну, конечно, все говорят, с милосердием, конечно. По правосудию Божию я не спасусь. Я в ад пойду. Но я тогда, соответственно, отвечаю, но если вы хотите, чтобы Он к вам с милосердием относился, Господь, тогда и вы должны относиться ко всем с милосердием. И тогда с вами совершится та самая фраза, какой меры ты меряешь, такое тебе будет отмерено. Мы к любви к Богу попозже вернемся. Давайте разберемся вот со второй фразой. То есть нам нужно научиться ближнего твоего как самого себя. То есть подразумевается, что как самого себя мы знаем любить. Как же мы должны себя любить? К сожалению, мы не знаем, как самих себя любить. Мало того, мы не только не знаем, как себя любить, мы даже и себя-то не знаем. Вот что самое интересное. Мы себя всю свою жизнь изучаем, и все время что-то новенькое, так сказать, у нас открывается. Ой, я даже и не знал, что я так могу, а я даже и не знал, что я умею, что я там или не умею. И даже если вспоминать одного из основоположников монашества, Антония Великого, то он сначала как бы пытался понять, как устроен мир, изучал мир. А Господь ему сказал, Антоний, познай себя и довольность тебя. То есть не надо мир изучать, изучи хотя бы себя, и это будет тебе довольно для твоего спасения, для твоей жизни. Вот мы, чтобы любить себя правильно, мы должны себя изучить. Когда мы начинаем себя изучать, мы видим, оказывается, слушайте, а сколько у меня ошибок, а сколько у меня огрехов, а сколько у меня слабости, немощи, оказывается, я и тут сплоховал. Изучать себя не в плане телесном. На телесном мы изучили себя до 12 лет, я думаю, уже все стало известно и понятно. Но если кому-то там внутренние органы важны, там печень, где селезенка, то это учебник анатомии и там школьный курс, анатомии, там тоже мы все, так сказать, все понимаем и осознаем. Это просто, потому что это конечно, конечное число органов, конечное число наших телесных чувств или каких-то там руки-ноги и прочее. Поэтому здесь намного проще изучить себя с точки зрения телесной. А вот чтобы изучить себя с точки зрения духовной, здесь и жизни-то может быть даже мало. Потому что мы имеем настолько глубокую и огромную душу, которую мы даже и не подозреваем, насколько она обширна. И вообще, что она есть. И что она есть. То есть если мы читаем в Священном Писании, что весь мир не достоин одной души человеческой, то есть она драгоценнее у Бога, чем весь мир с его, так сказать, живыми и неживыми, какими-то материальными моментами, то насколько же она велика. А другое размышление, если Господь, который сотворил Вселенную и содержит ее внутри себя, может вселиться в душу человеческую. Господь, как Он может поместиться в человеческой душе? Какие же размеры тогда в этой души человеческой, если Господь в ней может вселиться? То есть эти вещи мы не можем даже охватить своим разумом, поэтому изучение своей души все преподобные отцы, а это аскетический такой опыт, больше занимались этим, для этого уходили за твор, для этого в пещерках закрывались, чтобы посвятить всю свою жизнь изучению самих себя. Движению любому внутри, сердце, мысли. Чтобы ничто их не отвлекало. Они же говорили, что даже смотрение на природу, которую створил Господь, нас отвлекает от смотрения на природу, которую створил внутри нас Господь. То есть природа вне нас и природа внутри нас намного разнятся. И для этого они уходили в пещерки, затворялись и там изучали себя. То есть внутреннее изучение наших движений души и сил духовных, и немощи духовных – это дело всей жизни. И только начав, хотя бы начав изучать это, мы начинаем учиться, как же надо себя любить. То есть надо любить не тело своё, которое мы всячески стараемся ублажать, полежать, поесть, развлечь как-то, а именно нужно внутреннее устроение, изучать своё. И, как святоцы говорят, надо внимательно следить за помыслами. То есть если человек начнёт задумываться, что же у него там в голове, какие мысли вообще, он даже ужаснётся, что ему в голову иногда приходит. Ну да, ну представьте, если вот вас там кто-то оскорбил, ну тело ведь ничего и даже не почувствовало. Ну как было, так и есть. Ну только, может быть, там проголодалась или спать захотела. А на душе рана на всю жизнь. Просто два слова, сказанных, так сказать, в нашу сторону, так сказать, в отрицательном смысле, нас оскорбило, и это рана, которая не телесная, это рана духовная. И наоборот, если добрые слова к нам относящиеся, или молитва за нас, или наставления какие-то благие, да, относящиеся к нам, мы воспринимаем с радостью, с покойствием и благодарностью, то это тоже на всю жизнь. А тело от этого, как говорится, не холодно, не горячо от этих слов. То есть, есть даже такое понятие, что слово можно вылечить, а слово можно убить. Насколько же тогда наше внутреннее устроение сложнее внешнего, если оно реагирует просто на, как говорят, сотрясение воздуха. Что такое слово? Это вот мы воздушную среду сотрясаем своими органами речи и передаем таким образом информацию. И вот эта информация, которая до нас доходит, до души нашей, она нас сотрясает настолько, что мы можем изменить весь образ жизни. Как в лучшую, так и в худшую сторону. Вот это, как ни странно, происходит не из-за тела, а из-за души. То есть, невидимая часть человеческого естества намного сложнее, богаче, сильнее и от нее больше намного зависит, чем от внешней части, телесной, видимой. Вот это надо понять. Из этого происходит ответ. Чего же мы должны любить больше-то? Вот эту видимую часть, от которой, ну, поспал, поел, размножение... Которая потом в тлен превратится. А потом, да, она вот просто на корм червям идет. Или все-таки на ту, которая внутри невидимая, но намного сложнее и богаче. И более того, они воюют между собой, как мы уже говорили. тело, оно, да, является... Ну, есть такая фраза у святых отцов, то, что ты отнял у тела, то ты добавил душе. То есть, вот эта вот вражда между греховным телом и душою, она греховными привычками телесными, она, конечно же, всю жизнь идет до нашей смерти, до разлучения души с телом. Вот это разлучение, оно как раз и дает истинный ответ, чего мы должны больше всего любить. Тело, с которым мы так и так разлучимся, и мы не останемся в нем, оно вот от нас, ну, как одежду, мы снимаем, и оно вот куском какой-то материи будет валяться. Так же и тело. Это кусок материи будет валяться просто, а душа, которая думает, чувствует, ощущает, любит, или там не любит, или ненавидит, или там скорбит, с огромным миром душа, вот ее-то и надо любить. Как младенца, оберегать ее, да? Душу нашу. Ну да, как Зенецу Ока в Священном Писании написано, надо оберегать свою душу. То есть мы имеем такую драгоценность, которую, к сожалению, не знаем и не ценим из-за этого, потому что мы ее не знаем. И поэтому одна из основных таких православных традиций это изучение своей души. изучайте свою душу, что в ней движима, движителем является, что в ней хорошего, что в ней плохого, каковы привычки, каковы наследственные части души, а по наследству и не только телу наследство наследство, но и душе тоже по наследству что-то передается. Каковы у нас принципы основные, каково мировоззрение, какие ценности в душе нашей мы заложили. Если там ценностями только деньги и самодовлетворение какое-то, это совершенно неразумные ценности, они не вечные, потому что мы уйдем из этого мира. И что мы будем делать там с этими привычками? Вот человек привык курить, а в том мире после смерти нету сигарет. И он будет там мучиться, потому что сигарет-то нет. Человек привык здесь пить. То есть зависимость. стал алкоголиком или наркоманом. А в том мире после смерти нету ни наркотиков, ни алкоголя. И что он там будет делать со своими привычками? Вот попробуйте сейчас, допустим, умственный опыт проведем. Берем алкоголика и на неделю его оставляем без спиртного. Он измучается, он истрадается, он будет зол, он будет в ярости находиться, почему ему не дают то, чего ему хочется. и это всего лишь неделька какая-нибудь. А там вечность. И вот это состояние души, он будет в вечности. Более того, мы сейчас говорим на примере алкоголика, на самом деле каждый из нас алкоголик. Просто у каждого своя страсть. в своей область в своей области, конечно. Кто-то поесть любит, кто-то любит посудачить, кости перемыть, а там не будет возможности кого-то осуждать. Кто-то любит позавидовать кому-то, а там нету возможности завидовать. И так далее. Чистое не войдет в Царство Небесное. только чистота и божественные устроения. Все, что устроение небожественное, все будет отринуто и пойдет в ад. Да, святые отцы говорят, дождь кровь, прими дух. Как раз сейчас воскресенье уже 28 ноября начинается Рождественский пост. Как раз он нацелен на то, чтобы ослабить наше тело постом, чтобы немножко там добавить души. Ну да, может быть даже не столько ослабить, сколько его чуть-чуть отстранить от управления нашей жизнью. То есть мы большую часть жизни посвящаем телу, как мы только что выяснили. А во время поста мы берем и говорим так, тело мое, давай-ка, дорогой мое, отойди-ка в стороночку. Отдохни. Отдохни чуть-чуть от управления, ты устала, теперь душа пускай поуправляет. Вот что хочется душе? Задайте вопрос, что хочется душе вашей? Но ведь душе вашей не хочется обжирания, убивания, или блуждания, или еще что-то такое. Душе хочется духовных каких-то ценностей и радостей. И вот именно для этого пост предназначен, чтобы мы душу свою накормили. Покоя хочется, а покой только у Господа есть. Не только покой, хочется еще и радости, хочется еще и какого-то благодатного состояния, которое трудно даже описать, когда человек настолько благодатен, что ему хорошо просто, где бы он ни находился, ему вот все на душе радостно, покойно и счастливо. И это не зависит от внешних обстоятельств, как мы уже поняли, это зависит только от внутреннего делания и от того, что Господь в эту душу вкладывает. Вот здесь мы, как это ни странно, мы совершенно этого не изучаем и не знаем этого ничего. Как же нам своей же душе угодить, как ее ублажить. Вернемся мы к нашей притче, мы так хорошо ушли в любовь. Указаны города Иерусалим, Иерихон. Есть ли какой-то в этом смысл? Что это за города? Ну, если в Евангелии каждое слово имеет смысл, то, конечно же, и названия городов, названных в этой притче, они тоже Господь не зря их туда вставил. Иерусалим это тот город, как называется, город Господа. И есть Вышний Иерусалим, Иерусалим небесный, куда мы все призваны войти. А Иерихон это, можно сказать, нижний город. То есть, если геологическое строение посмотреть, Палестины, то его разделяет такая трещина, такое углубление, там, 400 метров ниже уровня моря Иерихон находится. То есть, это реально в глубине земли, если так посмотреть со стороны на всю эту картину. И чтобы из горнего Иерусалима, Иерусалим находится на горах, надо спускаться, чтобы попасть в Иерихон, надо спускаться вниз. И наоборот, если в Иерусалим идти, то надо подниматься, то есть, огромное усилие прикладывать. Из этого мы видим простые вещи, что из горнего вниз, то есть, деградировать очень просто. А вот ты попробуй из нижнего вверх подняться. Это очень трудная дорога. Там где-то около 30 километров, эти города недалеко друг от друга находятся, между ними пустыня. Но они коренным образом отличаются природой. Иерусалим новозаветный, то есть, в жизни Иисуса Христа это были плодородные земли, это были зеленые, так сказать, луга. Сейчас климат изменился, сейчас везде там пустыня. А Иерихон это была пустыня, тем более, еще внизу находящаяся, там жара еще больше, то есть, там самое пекло находилось, да, и изнуряющая жара, отсутствие источников воды, все это складывалось в очень такое сложное для жизни местность. И поэтому здесь вот Господь посрединке между этими двумя городами и разместил вот этого человека, избитого разбойниками ограбленного, то есть, он шел из Иерусалима в Иерихон. То есть, он пошел из Горнева вниз, он пошел так сказать ко греху. То есть, это можно так алгорически, да? То есть, Иерусалим это как царство небесное, например, да? Иерусалим это, так сказать, жизнь с Богом, ну, так вот, то есть, если город Иерусалим это город Божий, то человек, когда вышел из города Божьего, из жизни с Богом, он отрекся от нее, и пошел в Иерихон, где была торговля, где были различные, так сказать, страсти человеческие, он туда пошел. По какой причине, мы не знаем. Разбойники, это, наверное, бесы, получается. Да, разбойников, естественно, мы сразу, конечно же, аллегорически понимаем, что это образ бесовский, потому что всякий человек, который от Бога уходит, он попадает в руки бесов. Они его грабят, мучают, доводят практически до смерти, что и произошло с этим человеком. И, когда у него уже взять нечего, они его бросают, как говорится, на произвол судьбы, отдай же ты сам, дорогой, все, что мы хотели, мы у тебя взяли, а теперь уж ты сам мучайся и спасай ситуацию, если сможешь. То есть, именно так бесы поступают с каждым грешником, который попадает к ним в руки. Они его сначала различными страстями грабят, доведут до кондиции. То есть, человек тратит все свои силы, телесные, душевные, финансовые силы на удовлетворение страстей, а потом, когда он становится пустым, то есть, ни денег, ни здоровья, ни времени жизни не остается. То есть, он уже старичок, так сказать, выжатый совершенно, ничего не имеющий. Тогда бесы его оставляют в унынии, говорят, ну все, ты вот жизнь прожил в грехе, теперь вот умирай. Вот этот здесь принцип как раз нарисован в этой притче. Священник проходит, левит. Кто такой левит? Левит – это помощники священников. Это был такой левий, который один, одно из колен левиена от него произошло. Ему, по закону Моисея, этому колену, левитам, было предназначено служить в храме, Соломона и при скине завета и помогать священникам. Ну вот сейчас, как есть алтарники, вот левиты – это такие алтарники. Они читали, они пели, они подавали кадила, они там убирались, вот делали все необходимое для того, чтобы можно было служить Господу священникам. Вот удивительно, да, те люди, которые как раз должны были в первую очередь помочь тому человеку, да, и они проходят мимо. – Ну, действительно, да, Господь показывает, что не звание человека красит, а его поступки. То есть, ты можешь быть священником… – По букве закона, да? – Да, по, так сказать, по своему призванию, да, вот тебя Господь сделал священником, ну, как Иуду сделал апостолом. Но это не значит, что ты спасешься. Так же и левит. Ты можешь быть в храме, служить, там, трудиться, казалось бы, Господу в храме, но по своим поступкам быть, ну, совсем, так сказать, не очень хорошим человеком, потому что пройти мимо умирающего в пустыне, человека, хотя бы и грешника, да, ограбленного, избитого и брошенного на произвол судьбы, ну, где здесь любовь? Где здесь какое-то милосердие? Их тут нет ни у священника, их не было ни у левита, к сожалению. Что они символизируют в этой притче? В притче это можно понять как закон священника. То есть Ветхий Завет, наверное, да, получается? Да, Ветхозаветный, да. И И пророки. Ну, закон пророки, то есть вот все, что было передано евреям в Ветхом Завете, в Пятикнижении Монисея, там и закон, там и Тора, там и Моисеево постановление, и пророческие какие-то книги, их там много книг, то есть это огромное количество информации для того, чтобы человеку жить. Вот это все прошло мимо этого избитого бесами, да, если аллегорию вспоминать, бесами человека, то есть он не воспользовался, и ему не помог ни закон, ни пророки, ничего. Кто есть самарянин в притче? И как вот оно есть, и в символическом значении? Самаряне – это такая национальность, которая сложилась из еврейского рода и вавилонского, когда было пленение израильского государства на ухода Носером, он заселил самарею людьми из Вавилона, и там они переженились, получился как бы такой средний род между, что-то среднее между еврейским и вавилонским, их называли самарянами, потому что самарея – у них свой был закон, своя вера, и они их считали еретиками что-то среднее такое. Они наполовину верили, наполовину не верили, наполовину язычество было, наполовину Ветхий Завет. Вот смесь такая неудобворимая, и поэтому идеи ими гнушались, гнушались, и с ними не общались, и даже с ними не кушать, не прикасаться к ним не могли. То есть вот такая была у них дружба, можно сказать, в кавычках. В аллегорическом смысле кто такой самарянин? Если говорить да, вот в этой смысле, то мы помним, что в Евангелии Господа неоднократно называли ты самарянин и ты беса имеешь в себе. Да, здесь действительно самарянин прям вот с Господом перекликается напрямую. И мы видим, что он здесь также спустился из горнего Иерусалима к нам, чтобы за нас пострадать во спасение рода человеческого. Да, как в качестве вину до этой причастия Божественной Крови, как раз нам тоже причастие, да, тело тоже оставил свое, то есть в этой притче мы можем тоже толковать, что мы можем спастись только от причастия. Да, да, у нас единственное, так сказать, оправдание пред Богом, это не наши дела, не наши поступки даже, а то милосердие Божие, которое заключается в теле Крови Христовой. То, что мы принимаем в себя после исповеди, именно это нас и спасает пред Господом. Единственная его жертва, Сына Божьего, которая нас возводит на небеса. Да, Сим, к сожалению, у нас передача вот так прям пролетела, мы многое, что не успели с вами рассказать, осталась всего одна минута. Пожалуйста, вот благословите телезрителей, да, кто желает вступить в пост рождественский, да, то есть с воскресения. Помощи Божьей вам в наступающем рождественском посту и сил, и умения поститься, и, конечно же, желаю вам получить большие духовные такие дары через эти труды постнические. Помоги вам, Господи. И завтра у вас тоже в монастыре есть событие, да, такое значительное? Завтрашний день у нас такой один из важных. Мы начинаем работы по установлению памятника священному ученику Кукши Киево-Печерскому и преподобному ученику Никону в нашем монастыре. Это те, кто крестили Московию, нашу Москву, Московскую область, и Брянск, и Калугу, и Орел. Вот все это. Да, у кого есть желание, да, могут в час поучаствовать в этом. Всех будем ждать. Да. Благодарим вас, батюшка, что вы к нам приехали. Приезжайте еще. До свидания. На сегодня все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok